Начинаем после матчевой пресс-конференции. Баскетбольный клуб «Полинтехник» главный тренер Владимир Коваль и команды Илья Чекунов. Илья, первый вопрос к вам. Вы сегодня забили пару красивых бросков. На ваш взгляд, уже есть определенность харьковских баскетболистов с новичками-ленионеров. И на ваш взгляд, чего не хватило в сегодняшней игре? Ну, в первую очередь, я хочу поздравить команду «Химик» с победой. Они молодцы, потому что предыдущая игра «Знепром» была очень достаточно, у них тяжелая. Они молодцы, что собрались и сегодня победили, конечно. А что я могу сказать насчет нас? То, что еще недостаточно было времени, чтобы нам всем сплочиться. У нас еще где-то мелкие недопонимания в защите. У нас есть еще некоторые люфты, можно сказать, в защите, которые мы будем определенно устранять на тренировках. Это обязательно все придет. Мы будем работать. Мы это очень сильно сейчас нацелены. У нас установка есть перед игроками от тренера, поэтому будем работать. А насчет игры то, что сегодня, я считаю, немножко не хватило нашей команде ротации. это в первую очередь, потому что основной игрок Антон Рочняк сегодня выпал из-за мелкой микротравмы, из-за этого он выпал из ротации. И при этом, ну, большое давление пошло на, как бы, на вторую пятерку скамейки. И немножко где-то не подсправились, потому что, ну, не хватало лидера нашей команды. Ну, а так, плюс подборчик немного тоже проиграли. Ну, как, немного проиграли его. Ну, я скажу, будем работать над этим всем. Будем работать. Все. Спасибо. Спасибо. Владимир, на прошлой пресс-конференции мы говорили о том, что успеет ли команда восстановиться после игры с Одессой, успела ли команда, и ваш комментарий. Комментарий к игре, да. Ну, первое, что мы, команда «Химик», достаточно мощная команда, которая любит давить соперника под кольцом, чем они сегодня воспользовались. И у них это хорошо получилось. И они показали сумасшедший процент в первой половине встречи около 86-ти, если я не ошибаюсь, из-под кольца. Ну, и, конечно же, вот они взяли 50, в уровне 23. То есть, выиграть и как-то держаться на уровне с такими показателями очень тяжело. Мы сегодня недостаточно уперлись, недостаточно показали мощи под кольцом. Наверное, сказалась усталость. Плюс «Химик» не та команда, которая проигрывает по две игры подряд и по три игры подряд. И они до этого проиграли две игры. И сегодня они, конечно же, хотели взять первую победу. И был сумасшедший настрой, чем мы не справились. Наверное, из-за того, что, конечно, мы не все успели восстановиться после тяжелой игры в пятницу. Да, действительно, нам не хватает ротации, нам не хватает Стефанишина. Я еще раз повторюсь, потому что Леня должен был закрыть позицию легкого форварда, да, такого быстрого. И он опытный игрок, и мы рассчитывали на него как на игрока стартовой пятерки. И, конечно же, он должен был помочь, и он выпал. Плюс сегодня Антон получил повреждения, и поэтому в бой пошли молодые парни. И я скажу, что они бились. Да, у них не получается многое, но у них есть характер, и они стараются, они хотят. И я думаю, что это самое главное на данном этапе. Плюс, конечно же, мы недостаточно получаем помощи от легионеров. Мы будем разбираться с этим вопросом, потому что легионеры приезжают для того, чтобы быть легким.